На примере концептуальной схемы базы данных онлайн-магазина мы посмотрели на наиболее распространенные типы связей, то есть связи один ко многим и многие ко многим. Но, тем не менее, в ER-модели данных существует еще один тип связи, это связь один к одному, которая описывается согласно ее наименованию таким образом, что только одна сущность какого-то типа может быть связана с какой-то одной вполне понятной сущностью другого типа. В этом смысле можно сказать, что если проецировать эту ситуацию на реализационную модель данных, то в большинстве случаев можно представить такую связь в виде одного отношения. То есть фактически у нас будет одно отношение, которое представляет, которое в себе хранит две разные сущности, ну или одну сущность тут уже зависит от того, как мы конкретно поступим с точки зрения сущности в каждой конкретной ситуации. Ну, типичный пример это, например, хранение каких-то данных о документах каких-то людей. Ну, например, у каждого человека должен быть паспорт, да, и при этом каждый человек, если мы говорим о паспорте, ну, например, гражданина Российской Федерации, может иметь не более одного паспорта, да, ну, и, скажем так, даже должен иметь как минимум один паспорт, если мы говорим про граждан старше определенного возраста. При этом каждый паспорт также соотносится с конкретным гражданином, но не более чем с одним. Таким образом, между сущностями паспорт и гражданин есть явная связь, которая имеет тип один к одному. А вот дальше мы будем принимать решение, соединяем ли мы эти сущности в некий один тип сущности, или же мы храним отдельные типы сущности для каждого, для гражданина и для паспорта. Если, например, мы введем базу данных каких-то сотрудников компании, хотим сохранить информацию о его паспортных данных, то кажется довольно уместным хранить паспортные данные прямо в той же сущности, которую описывает человек. При этом, если мы, например, рассмотрим базу данных некой компании или учреждения, которые выдают паспорта, то не исключено, что паспорта и люди – это разные сущности. По той причине, что человек в процессе жизни может менять паспорт, и это, в общем, предусмотрено нормами, но при этом по каким-то причинам мы хотим хранить информацию о всех документах, когда-либо выпущенных, всех паспортах, каждый из которых имеет какой-то уникальный номер. И таким образом мы, скорее всего, захотим разделить сущности гражданина и паспорт. И поэтому, каким образом хранить одни и те же данные, все зависит от того, каким образом мы смотрим на предметную область. Теперь, что касается кратности связи. Кратность связи определяет возможное количество сущностей в каждом экземпляре связи с какой-либо стороны. Здесь также проще посмотреть на примере, о чем идет речь. Так, для того, чтобы определить, что такое кратность связи, давайте вернемся к концептуальной схеме нашего онлайн-магазина. Рассмотрим, например, связь между источником клиента и клиентом. Как мы помним, эта связь один ко многим, то есть каждому источнику может соответствовать несколько клиентов, а каждому клиенту может соответствовать не более одного источника. При этом будем считать, что со стороны клиента нет ограничения на обязательность ссылки на какой-либо источник. То есть, сущность клиента может существовать с неопределенным значением атрибута источника. В этом случае считается, что кратность связи от источника к клиенту со стороны источника – это 0 или 1. Это значит, что каждый клиент может быть связан либо с каким-то определенным источником, то есть это значит единичка, или не связан ни с каким источником, значит 0. Какова же будет кратность связи со стороны клиента? Понятно, что каждый источник не обязан быть связан с каким-либо клиентом, просто потому что здесь связь идет один ко многим от источника к клиенту. Поэтому кратность связи со стороны клиента будет 0 от 0 до N. Это значит, что с каждым источником может быть связано от 0 до N различных клиентов. Вот, собственно, это и значит, что такое кратность связи. Если мы посмотрим на другие связи, например, на связь многие ко многим между товаром и заказом, то мы увидим связи с другой кратностью. В частности, вот эта промежуточная таблица, промежуточное отношение, которое реализует связь многие ко многим между товаром и заказом, имеет связи один ко многим с каждой стороны. Но при этом кратность связи со стороны, в данном случае, товара или со стороны заказа будет единица. Строгая единица и не может быть нулем. Это объясняется тем, что сущность, ну или точнее связь, или запись, или в таблице order has good, или кортеж в этом отношении, обязан иметь оба заполненных поля, которые ссылаются на заказ и на товар. Именно поэтому со стороны товара и со стороны заказа эти связи будут иметь кратность единичку. Ну а со стороны, соответственно, если мы смотрим на связь с заказом, то со стороны вот этого промежуточного отношения у нас так и есть связь от нуля к N. То есть заказ, ну например, на момент создания вполне может не иметь, не участвовать в заказе на момент его создания, может еще не быть никаких товаров. Аналогично товар, также со стороны связи между товаром и промежуточным отношением, со стороны вот этого промежуточного отношения между товаром, тоже имеет кратность 0 к N. То есть, ну вполне могут быть товары, которые не участвуют в никаких заказах, и тогда для них не будет, соответственно, сущностей, которые в данном отношении представлены. Итак, мы рассмотрели, каким же образом определяются связи между типами сущностей, мы говорили о том, какие бывают типы связи и определили кратность связи. Но чуть позже мы посмотрим, каким образом это можно реализовать на ER-диаграмме и как это потом может быть спроектировано в схему революционной базы данных.